Господи Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я подвзяста великолепие Твое, преливы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 5 июня, пятница, и Церковь предлагает нам отрывок из книги «Деяния святых апостолов». И сегодня это целиком 27 глава, стихи с 1 по 44. И вот как она звучит в русском синодальном переводе. Когда решено было плыть нам в Италию, то отдали Павла и некоторых других узников сотнику августого полка именем Юлию. Мы взошли на адрамитский корабль и отправились, намереваясь плыть около осийских мест. С нами был Аристарх, македонянин из Фессалоники. На другой день пристали к Сидону. Юлия, поступая с Павлом человеколюбиво, позволила ему сходить к друзьям и воспользоваться их усердием. Отправившись оттуда, мы приплыли в Кипр по причине противных ветров и, переплыв моря против Киликии и Памфилии, прибыли в мир, в миры Ликийские. Там сотник нашел александрийский корабль, плывущий в Италию, и посадил нас на него. Медленно плавая, многие дни, едва поравнявшись с книдом, по причине неблагоприятного нам ветра, мы доплыли к Криту при Салмоне. Пробравшись же с трудом мимо него, прибыли к одному месту, называемому Хорошие пристани, близ которого был город Лосея. Но, как прошло довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им, «Мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни». Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. И как пристань не была приспособлена к зимовке, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до Финика, пристани Критской, лежащей против юго-западного и северо-западного ветра, и там перезимовать. Подул южный ветер, и они, подумав, что уже получили желаемо, отправились и поплыли поблизости Крита. Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый Евроклидон. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. И, набежав на один островок, называемый Клавдой, мы едва могли удержать лодку. Подняв ее, стали употреблять пособия и обязывать корабль. Боя же, чтобы не сесть на мель, спустили парус и таким образом носились. На другой же день, по причине сильного обуревания, начали выбрасывать груз. А на третий мы своими руками побросали с корабля вещи. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению. И как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал, «Мужи, надлежало послушаться меня и не отходить открыто, чем и избежали бы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибла, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал, «Не бойся, Павел, тебе должно предстать предкесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшенными на какой-нибудь остров». В четырнадцатую ночь, как мы носимы были в Адриатическом море, около полуночи корабельщики стали догадываться, что приближается к какой-то земле. И, вымерев глубину, нашли двадцать сажен. Потом, на небольшом расстоянии, вымерев опять, нашли пятнадцать сажен. Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросили с кормы четыре якоря и ожидали дня. Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускались на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якоря с носа, Павел сказал сотнику и воинам, «Если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись». Тогда воины отсекли веревки у лодки, и она упала. Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря, «Сегодня четырнадцатый день, как вы в ожидании остаетесь без пищи, не вкушая ничего. Потому прошу вас принять пищу. Это послужит сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы». Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога перед всеми и, разломив, начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу. Было же всех нас на корабле двести семьдесят шесть душ. Насытившись же пищей, стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море. Тогда настал день, земли не узнавали, а усмотрели только некоторый залив, имеющий от луги берег, которому и решились, если можно, пристать с кораблем. И, подняв якоря, пошли по морю, и, развязав рули и подняв малый парус по ветру, держали к берегу. Попали на косу, и корабль сел на мель. Нос увяз и остался недвижим, а корма развивалась силой волн. Воины согласились было умертвить узников, чтобы кто-нибудь, выблыв, не убежал. Но сотник, желая спасти Павла, удержал их от своего намерения и велел имеющим, умеющим плавать, первым броситься и выйти на землю. Впрочем же, спасаться кому на досках, а кому на чем-нибудь от корабля. И таким образом все спаслись на землю. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня поистине большой отрывок, целая глава, 44 стиха. И у нас нет времени разбирать все, но на некоторых моментах я бы хотел сакцентировать наше внимание. Итак, мы видим, что апостола Павла отправляет в Италию. Происходит большое путешествие, длиною несколько недель. Даже, может быть, месяцев. И мы видим целое путешествие, где они пересаживаются с корабля на корабль. Самое важное для нас посмотреть отношения сотника Юлия и апостола Павла. Апостол Павел заимел большое уважение у этого сотника. И дальше в повествовании всей этой главы мы видим, как это уважение проявляется. Во-первых, когда был в 11 стихах, мы видим, что с 10 по 12 стих, мы видим, что апостол Павел присутствует на, скажем так, некотором совете, хотя он заключенный. Насколько должно быть доверие и уважение к апостолу Павлу, что его допустили на этот совет. И он говорит о том, что остерегает их от того, чтобы плыть, потому что плавание будет затрудненное. Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. То есть был сотник, кормчий корабля, кормчий, начальник корабля и Павел. То есть вот это был некий такой совет. Потом в дальнейшем, когда уже происходят все эти беды, когда они попадают в шторм, о котором предупреждал апостол Павел, он же выступает неким мотиватором к жизни и к борьбе. Он говорит о том, что он был прав тогда на этом совете, но сейчас не время спорить о том, кто был прав, а кто не был прав. Он говорит о том, что теперь же, убеждая вас ободряться, да, мы тогда ошиблись, но сейчас не время унывать, время исправлять свои ошибки и время брать себя в руки. Теперь же убеждая вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. И здесь он говорит о том, что он получил откровение, и если они будут держаться его, то все достигнут намеченной цели, останутся живы. И дальше происходит то, что кто-то хочет покинуть корабль, апостол Павел опять же-таки останавливает их от этого поступка. И в итоге они пристают, попадают на мель. И тоже очевидно действия Павла, спасительные действия Павла, потому что по римскому праву, если тот, кто сопровождает преступника, упускает этого преступника, то вот этому сопроводителю достается тоже наказание, что и преступнику. Поэтому солдаты, воины, которые были в подчинении у Юлия, они решили убить узников, чтобы те, когда спасались, не сбежали от них. Но апостол Павел своим авторитетом уговаривает Юлия, чтобы его солдаты так не поступали. И в итоге, в итоге они слушаются апостола Павла, и всем удается спастись, всем удается выбраться на берег. Это еще раз говорит о силе личности. Также, например, и сила, и внутренняя благодатная энергия святых отцов, например, святого преподобного Сергия Радонежского двигала людьми, мотивировала их, и даже могущественные силы тот же Дмитрий Донской, за которым стояла большая власть, сила, оружие, они не поступали так. И это еще раз говорит о том, что должна быть в нас сила, сила благодати Святого Духа, и не обязательно мы должны занимать какую-то властную должность, чтобы творить какие-то добрые дела в рамках христианского благовестия, проповедовать людям. Неважно, начальник ты или подчиненный, раб ты или господин, везде можно проповедовать Слово Божие, и апостол Павел тому ярчайший пример. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Писание, Бог с его страниц обращается к нам. Всем радости о Господе, и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова